Кто я есть? Исаев Полина Афанасьевна, да? 25-го года рождения, 1900, конечно, 25-го года рождения. Ну, в войну мне было 16 лет, я уже работала, училась я на торговом... Ты сейчас куда? Ну, не важно. Училище, в торговом училище. ...продавцом в магазине. И как раз началась война здесь в июле месяце-то. Вот я в июле-то уже и работала. Ну, конечно, в войну было очень трудно. Была карточная система, все это было по карточкам, все это было даже не было. Мы лев по карточкам 300 грамм на иждивенца давали, 400 грамм на рабочего давали. А кто мужчинам, там, 600 или 700 грамм. Вот такие вот у нас были. Стояли в очередях, занимались вечером и до утра стояли, пересчитывались без конца. А потом стал посещать нас этот немец проклятый. Как вечерно, как темнеет, так и из-под горы, мы жили, вот я на Садовой жила, там тоже, как гора над нами. И вот там это гу-у-у-у, идет этот самолет. А в это время уже наши зенитки в лесу в этом стояли. Они начинают его ловить. И вот и ловят. Но нам интересно было, мы вроде поначалу-то бегали, смотрели, как это перекрещивает эти вот всякие огни. Интересно было. А потом, когда начал бомбить, то уже неинтересно было. Он все целился к нефтебазе, к комбайну и там бомбил. И в комбайн попадал, в цеха нефть разбивал. Там вот что... Есть театр, это вот на комбайне был кинотеатр. А там рядом была столовая. Вот в эту столовую он прям попал прямой наводкой. И все там переколосил. И куда котлы полетели, куда чего полетело. Вот так вот. Еще про себя сейчас подскажу. Я однажды в этот вот перекресток угодила, шла с работы. А как начали эти осколки лететь от моста железной, и как они стучали, тук-тук-тук-тук-тук-тук, аж страшно было. Я шла, шла узкой улицей, и посмотрю, туалет стоит, а крыша один такая, побольше. Я встал под эту крышу, а осколок мимо меня прям визжил, и он огненный был. И около моей ноги упал. И аж прям вот мне так горячо было, около пальца. Вот это вот было. В том еще что-то я хотела сказать. Вот про мою жизнь. Жили мы по-всякому. Мы жили бедно. Не то, что сейчас мы вот едим и варенье есть, и у нас есть все, но у нас жизнь сейчас лучше, конечно. А мы тогда суп, и пшенинка за пшенинкой гонялась. Ну, голодно было нам, голодно. Я уже нанималась на работу к другим, к военным. А у военных я вязала, давали нам пряжу. У меня мама вязала, и меня научила. И вот она принесет эту пряжу, и она вяжется варежком, вот это вот. А меня сначала заставляла этот палец ввязывать. Вот я палец ввязывала. А потом все уже вязала. Вот мы сдавали это потом, сколько там штук, навязываем, понесем. Нам за это давали паек. Крупы там немного, там еще что-то. Муки, крупы, масло давали, растительного. Сливочного мы и поменить надо. А вот растительного бутылку масла дадут. Вот так вот мы и жили. В общем-то, как сказать, трудно было нам, трудно. На своем огороде по несколько раз картошку копали. И лишь бы где-нибудь еще... Да, где-то еще осталось. В общем, голод нас заставлял, и мы все это делали. Питались мы в основном, что на огороде уродится, циквой, вот этой картошкой, помидорой. Ну, вот так вот мы и жили. Были у нас козы. Мама держала несколько коз. Вот этим молоком мы тоже кормились. Она все его квасила, как длинным молоком, хорошо сквашивается. Ну вот, а их надо кормить было. Мы ходили в лес за травой. Мама рано разбудит нас. Пять часов летом. Это так не хочется вставать, а идти надо. И вот я, такая молоденькая, девчонкой ходила, нарву мешок травы, набью его, ну как смогу, сколько сил хватит. И вот несем мы. Приносим эту траву, сушим около двора. Потом, значит, складываем это на зиму. И так же за листвой ходили. И вот так вот мы и жили. И можно сказать, всю, всю войну нам не сладко было. Да, конечно. А вот варщики, скажите, сдавали, это кому сдавали? Это шло на фронт. На фронт. Бойцам, да. Кому попало, кто, я не знаю даже, кому. Но это военным туда, вот, призывникам или негде призывникам. А я не знаю, кому, военным. Это военным было. Но это было в каком-то инстанции. А потом носки. Да. Или людям, вот собирается он на фронт, и прям ему лично. Или это инстанция какая-то была, ну, может, отдел какой-то, который собирал. Вот он, наверное, отдел был. Военный, комиссариат какой-то у нас там был. В общежитии, в общежитии была их квартира, там комната. И вот мы туда сдавали. И носки потом вязала я, и варежки. И вот, можно сказать, мы, наверное, год полтора вот так вот вязали и сдавали. Вот за счет этого мы, можно сказать, и побольше выживали. А они как, просили, что им нужно там варежки, носки? Или что, люди несли какие-то вещи? Все брали? Мы специально, мы как рабочие у них были. Мы как рабочие были. И вот мы нам давали пряжу, а мы резали, сдавали. И вот получали порцию какого-то продуктов. И кормились на это. Кормились на это. Понятно. А вот еще про очереди расскажите, пожалуйста. Поподробнее. Прям вот как занимали, где ночевать приходилось вот это все ночью. Ага, меняли друг друга. Занимались вечера. Номера писали на руке карандашом, ну, чернилом. Чернильный карандаш, тогда ручек не было. Чернильный карандаш, номер такой-то. И вот несколько раз пересчитывались. Может быть, поближе буду на два человека. И выглядывали на дорогу без конца. Ой, машина идет. Идет. Везут, везут, кричат все. Но проезжает мимо. Ой, у всех настроение падает. Это не наша машина. И вот другую, третью, пятую. Вот так вот мы ждали до тех, пока привезут. А привезут, все бежим, толпимся. Все как бы только своим номер не потерять. Я с тобой, ты за мной. Вот так вот. А стоять трудно ночью было. Мы менялись. Я стояла, например, с вечера. Брат приходил после меня. Менял меня на этот номер. Ну, а потом, потом как дождемся, кто-то отдыхать пойдет, а кто-то возьмем. Хлеб получится. То есть родными вот так вот. Да, да. А стоять можно было всю ночь? Не было патрулей, которые не толпились? Не было, не было. Никого не было. Только мы сами замерзали. Ноги отмерзали. У нас и тогда и одежды-то не было. Сейчас у нас у каждого все-таки. Вот дедасы, например, они все-таки теплые, да. А мы-то в ботиночках стояли. Не было у нас ничего. А он брык-прык-прык. Так вот мы грелись. Плохо. Мы бы плохо жили. Костры не разводили? Нет. Чтобы столет нельзя было? Не знаю. Но чего-то такого не было. Не было такого. Потому что на костры надо дрова. Кто же это грелись? Мы просто менялись, наверное. Вот этим самым. Один идет греться, второй идет на эту очередь. Двое на один номер стоим, караулем. Понятно. А длинные очереди были? Да. Не хватало. Хлеба не хватало. Не хватало. Нет. После, кто пришел, поздно. Не хватало хлеба. А как же карточки на хлеб на один день? Только на один день? На каждое число. И вот кому не хватило? Как? Ну, кому не хватило... Это я, в общем, про вольную рассказала. Когда еще без карточки был. А потом по карточкам мы уже здесь не стояли. В очереди. А пойдем, как расцветает, в определенное время, как открывается магазин. И мы получаем свою норму. Ну, не паек. Маленький получится. А там, когда вперед-то было, там по буханке давали. И вот если мы вдвоем стоим, так мы две буханки получим. Все-таки нам на семью. Один раз шли с братом. Мы так замерзли. Вот. Аж вот так вот колотило нас. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, какая-то женщина нас пожалела. Это вот уже по дороге, да. И говорит, да идите у нас погрейтесь, а потом дойдете. Наверное, далеко все-таки это было идти. И вот мы пошли к ней. Она наварила нам это... Ну, себе там наварила картошки. И нам по картошке дала. Ой, какое счастье. Теплые прям в руки взяли. Ручки холодные. А картошкой греем мы. Хорошо. Погрели. И погрели все, поели. Да, и поели. Хоть одну картошку здесь съели. И потом пошли домой. Вот так вот мы жили. Понятно. А вот хлеб... Когда за деньги можно было в любом магазине, да? Да. Очень занимать. А когда по карточкам? А пока прикреплялись. К определенному только, да? К определенному магазину. К определенному магазину. И по карточкам всем хлеба уже... Хоть чуть-чуть, но всем, да? Да, всем хватало. Всем хватало. По карточкам. Карточная система как достала, она всем хватала. И крупу также давали по карточкам. И масло растительное давали тоже по карточкам. А потом стало... В конце войны посвободнее стало. Масло стало сливочное. Продаваться. Вот на садовой. Молочка где? Знаешь, да? Угу. Вот там. Кто-то у меня маленький. Таня была маленькая. Мама ее. И вот я с ней стояла в очереди. А она вот, бедненькая, масло вот увидела. И у меня просит, дай, дай, дай. Я говорю, сейчас получим, я тебе дам. Получили, я говорю, отрезьте кусочек. И она прям с удовольствием с удовольствием взяла и глядит на меня такими глазами радостными. Вроде, мол, это масло получил. Как мороженое. Как мы сейчас мороженое, да. Мы сейчас, наверное... Не так. Наверное, еще лучше. Работал. Спрашивайте. Он скажет, что работал. Поговорю, шучилась, работала. А вот в магазине. Когда? Да, в магазине продавщицей. Да. Продуктами. Продуктами на хлебе была. На хлебе, да? Да. Но лишнего хлеба у нас не было. Мы стояли... Я уже была на карточной системе. Так, чтобы себе оставить, нечего было. Не было. Я умудрялась так. Вот у нас был нож. Вот такой. Как сейчас нарисую? Вот так. И вот так вот. Как половинка арбуза. И вот острием я резала этот хлеб. А вот крошки внизу ставили лоток. И лоток, как он в холодильнике лотки подставляет, а туда крошки падали. И вот эти вот крошки сметешь все до крошки и все съешь. Вот так вот. Вот это единственное, да? Единственное. Да, свой паек получше. И больше ничего. И больше ничего. Понятно. В хлебном магазине только, да? В хлебном магазине, да. Всю войну в этом магазине работали? Нет, не всю войну. Не всю войну. Потом я уволилась оттуда. Вот я перешла к этим, где варежки вязала. В военном. Да. Вот здесь вот паек давал. И паек нас соблазнил. Мы все-таки здесь вдвоем работали. Мама была и я была. И побольше можно было это... Да, ну да, да, да. Паек. Мы побольше, можно сказать, две нормы вырабатывали. И вот здесь нам стало немножко полегче. Они нам муку давали и крупу давали, масло растительное давали, картошку давали даже. И глины немножко от ушей. А вот еще про очереди хотела спросить. Как вот все там дружно стояли или были, кто пытался вперед там пролить, маленьких детей может обидеть, оттолкнуть? Ну, по-моему, все было. Ругань была в этом очереди. А где там далеко и не слышно, из-за чего там это ругали. Ну, вот, кто ругань была из-за того, кто уйдет погреться, а в это время пересчитается. Номер его выбывает, а он приходит, его не пускают. И вот из-за этого была и ругань. Угу. Зануд все стояли. Да, и с детьми, конечно, стояли. Стояли с детьми. На ребенка тоже давали. Ну, не пуханку, я не знаю, уж не помню сколько. Ну, стояли. Ну, конечно, не с грудными. Угу, с постарше. Да, 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 да. А у меня вот бабушка говорит, она совсем маленькая была еще ребенком, но все равно посылали с карточками. И она очень часто теряла. И сейчас, говорит, может, и воровали у маленьких детей. Могло такое быть? Было, было. У нас у папы, у моего отца, украли карточки. Так мы, вот сколько там не хватало до конца месяца, жили не знаю как, не знаю на чем. Мама ходила на базар, покупала пшеничку. Вот что курям дают, да. У нас была такая мельница, вот такая, например, да. А по ней, вот это сплошь, было камень. Угу. Вот сюда по ней насыпают, ну, по ряду, например, да. А вторым вот это вот крутят, где-то она журчит и мельит муку. Ну, мука не настоящая была, там, ну, крупноватая она. А мы были рады и этому, да. Вот когда нам отец сделал вот эту вот мельницу, мама стала ходить покупать все этой пшеницы, и мы были, мы стали сытые там. Угу. А там жила квартиранка. Она была немка, ну, выселенная. Раньше было немцев много здесь. Вот у нас за Волгой жили там, прям аж целый поселок был. Угу. И вот она каким-то образом отбилась от семьи и жила вот у нас на квартире там. И вот она тоже голодная, а я однажды умудрилась. Мама испекла хлеб, круглый такой, подовой. Я отрезала эту горбушку, как будто себе. Со мной была в садке, и вот сюда засунула и завязала. А голова твоя не работала, что это мама хитрее меня увидит. И она так, так и была, так и получилось. Я выхожу, а она говорит, это что это у тебя здесь поле? Нет, она поле меня звала. Я говорю, да ну ничего, это я так завязала там, конец там. Она говорит, нет, это ничего, давай сюда, давай. Ишь ты какая, говорит, молодая да хитрая. Я говорю, знаешь, либо ее было звать. Она немка была. Вот я ей несла. Я была жалка. Я ей несла. Ну, когда удавалось, а когда я отбирала, у меня мама. Вот так. Она пекла лепешки нам. Хлеб вот этот испечет. Ну, вот хлеб не каждый день, а там науторин, на 4 дня. А лепешки, да, можно сказать, каждый день. Вот так вот мы и выживали. А вот вы сказали, на рынок, на который ходила верно, покупала. Там как на этом рынке? Дорого было? Нет? Столько за деньги можно было бы купить? Или вещи может принести, обменять на продукты какие-то? Вот это я не знаю. По-моему, мама за деньги покупала. Она еще так покупала. Вот придется, перемелет это все. Буханку одну продаст. Вот у нее останется там сколько-то. Она обновь покупает этой. Ее, в общем-то, ну, как сказать, и нам хватало уже. Мы уже здесь были, как сказать, сытые. Но это было уже в конце войны. А продавала она кому эту буханку? Соседи или кто? На базар носила. На базар носила? Да. На тот же? На тот же, да, на тот же базар. Там можно было купить. Шлеб был такой дорогой, 300 рублей буханка. Правда? Да. И в магазинах, и на базаре? Нет, в магазинах там по государственной цене, потому что там по карточкам. А на базар вот буханку вынеси, 300 рублей буханка. Но вот этот хлеб наш, он же не государственный, он не такой. Она, конечно, не по этой цене продавала, я уже не знаю, не могу врать, не знаю. Но все равно какая-то выручка у нее была, и вот на этом мы, собственно, жили. А вот скажите, я знаю... И вареки вязали, и вот на это вот. А вот я знаю, там милиция могла как-то пресекать, неправильно расценивать вот это, что хлеб продавали. Особенно если магазин по такой цене, а на рынке дороже. Не знаете вы, ничего не было, никаких облав, ничего вот на людей, которые так вот... Из-под полы продавали. Из-под полы, да? Надо было маскироваться. Да, в тихую, да, в тихую продавали. Из-под полы. Понятно. И весь рынок вот так вот? Да, весь рынок так жил. Маскировался, да? Да. А как, ну вот, подо что? Что-то надо же было выставить, что можно, наверное, да? А что-то не говорили. Нет, ходили, люди ходили и спрашивали, хлеба нету? Хлеба нету. А, вот так вот. То есть просто ряды и непонятны? Да, хлеба нету, хлеба нету, вот так было, спрашивали. Понятно. А был вот в Саратове где-нибудь такой, что вещи можно отнести свои там, не знаю, и валенки может, ну вот или что-то, и обменять, если денег нету? Не у всех? Было, было. Ездили куда-то еще, покупали так же вот муку, привозили. А уж где покупали, я не скажу. Это, по-моему, я еще маленькой была, еще меньше было. Угу. Понятно. Не могу сказать. А были ли вот товары какие-то, ну, первые необходимости, которые очень надо, и дефицит на них нигде не найдешь, ни по карточкам не дают, ни на рынке не найдешь, нигде. Был такой вот во время войны? Тогда все в дефиците было. Ну, это да. Я помню, мама стаканчиками по пшену покупала, стаканчиками, ни на килограмм никак, а вот стаканчиками. Вот мама пшену покупала, принесет несколько стаканчиков, сварит нам кашу. А так, чтобы, ну, голод был сплошь, не только у нас голод был, а и у людей тоже, все голодные были. Все голодные были. Я еще помню, как потом меня пригласили в столовую работать, в военную столовую. Ну, говорят, ты там все так будешь, и домой еще что-нибудь возьмешь. А домой как? А домой брать тоже нечего было. Там до того на кухне разводят. И что, пшенинка за пшенинкой гоняется? Или картошка там совсем, или сухарей. И вот я помню, что я уже уезжал куда-то на... Даже на автобусе, что ли. Вот разбойщина тогда была. Сейчас... Сейчас... Вот первая остановка у нас... Жень, ты не помнишь? Ага. Вот за Поливановкой, а следующее... Я не знаю. Не знаю. Ну ладно, пусть будет Поливановка. Или дальше... Нет, 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 нет. Не знаю. Нет. Жасминка. Ага. Жасминка. Вот за Поливановкой была вот эта вот жасминка. И вот я туда устроилась. Там была... Там стояли военные. И я там работала у них. Ну, что сказать... Они сами были голодные. Вот там в основном были призывники. Они сами были голодные. И вот им самим не хватало. Ну, а что останется на кухне? Я пыталась несколько раз. Котелок брала у кого-то, у военных. И вот в этот котелок вот солью этот суп, который вот пшенинка за пшенинкой гоняется. И привезу. Или везу его домой. А сама думаем. А что же я везу? Ну, просто жидкость одна. Вот. Жидкость одна. Нет там ничего. Пшенинка за пшенинкой или картошка там, дай бог, две-три попадется. Вот. Вот так. Все было бедно, все было плохо. Угу. А так вот прям и поставляли в эту продукту. Плохая поставка была продуктов в столовые. Норма была такая. Норма. Да, норма. На военных была норма. Угу. Так что лишнего брать неоткуда было. Угу. И поэтому каждый хочет поесть. И хоть он повар, хоть он там уборщица, хоть кто-то. Хотят тоже поесть. И все с этой же нормой. И поэтому все было жидко. Угу. Ну, у вас там обедом, саму-то пока работаете, там кормили. Да, да, да. Так же вот. Вот это вот горячую мы хоть поедим. Угу. Ну, хлеба сколько нам побольше там давали. У военных. Угу. Чем по карточкам? Да. Если жди венец или какая-то. Я в карточку дома оставляла. Угу. А сама, значит, там вот питала. Угу. А по карточке домой. А в конце, в конце уже войны, уже объявили война, я оттуда, ну все, военных убрали, расформировали эту столовую. Нет. Еще до этого, месяца два, наверное, было уже снабжение другое. Давали масло. Я стояла за буфетом. Я уже эти кубики делила по 20 грамм. На каждому, на кусок хлеба. Вот здесь мы уже, как сказать, ели, можно побольше. Ну не в пласть, конечно, а побольше ели. Угу. Ну, сами там, да? Да, да, да. Да, домой еще? Ну я была уже с это, а домой уже, ну домой, про домов. Нет, там уже и суп-то не было последнее, это вот, ничего, уже расформировали этих всех военных, все поуехали. И мы, и нас оттуда уволили. И я вернулась домой. А баришки все равно вязали. Баришки все равно нужны были. Это еще, там война-то она еще и кончилась, а еще люди там были. Ну да. Военные. В Берлине и все, и вот туда, наверное, надо отправляли. Да, 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 да. Так он, наш дед рассказывает. Так они после войны-то, 7 лет он служил. Угу. Его, его брали молодым еще. 26-й год у него был. Он на фронте был 2 года только. Вот, но он, как бы сказать, он не отслужил столько, сколько положено было. А после он еще служил 7 лет. Угу. Он всего, 5 лет еще, значит, да, всего он служил 7 лет. Вот 2 года на фронте был, а всего 5 лет служил в Польше. А в Польше это они там, бендеры. Они там издевались над нашими. Он рассказывал нам такой страшный случай, как вот там тоже наши войска стоят, как охраняющие, как миротворцы. И они, когда вот отправляются домой, а там из Польши надо выезжать, там, значит, леса были, дороги через леса идут, так они их там убивали в лесу. Вот наш вот. И потом уже только был такой случай, когда убили целую машину, там, 40 человек. Ездили, возили грузовик, а на грузовиках холаски, там, такие подвешенные, и вот на них везли. И вот эти, как было там, 40 или около 40, и всех поубили в лесу. И там пруд где-то был. И всех стащили туда, в этот пруд, и всех попихали туда. Этот шофер как-то умудрился убежать. И когда он добрался до своей части, он все рассказал. Туда же тоже сразу послали наших, и к этому пруду, он их привел туда, к этому пруду. И всех этих солдат из этого пруда вытаскивали. Снова их уже мертвых погрузили, ну, чтобы знать фамилии, имя, отчество. Их погрузили на машину. Ну, и потом наши бомбили их. Вот эту деревню, они, говорят, все уничтожили, польскую. Вот как было. Вот так было. Это вот он очевидец. Он там служил. Он у Рокоссовского служил. Вот это так было. Понятно. Вот. Я вам хорошее рассказала. Очень, очень. Спасибо большое. А вот еще, Полина Асанасьевна, я вас хотела спросить. А когда вот вы сами в магазине в хлебном работали, к вам очереди выстраивались, то это вы стояли в очереди, а вот когда вы за прилавком к вам... Я уже не была на свободной торговле, я была на карточках. А, уже очереди не было. Да, уже очереди не было. Ну, ничего там не было, все же люди голодные, может, обозленные. Воровали только что. У вас прям, когда вы стали, воровали, да? Да, воровали. И как они умудрялись? Как они умудрялись? Ну, вот как привезут хлеб и на прилавки положат, там сколько-то, чтобы уж каждый раз не бегать, там вот туда подальше, за два метра. А поближе поставят, наложат, и вот отсюда воровали. Было такое, было, что один мальчишка украл, догнали его и очень не свежит. Да? Да, он был подросток. А кто догоняли? Ну, эти очередные. Очередные, кто в очереди стоял, они же. Да, кто в очереди стояли, догнали его. Ясно. А потом, если вот не догоняли, а просто украли все, как на вас списывали или нет, как потом отчитываться-то? Потом отчитываться, да. Не знаю, у меня такого не было. Ну, наверное, все равно было, как-то укрыли. Естественные облили есть. Наверное, со всех соберут естественные облили. И отчитаемся. Вот так. Только вот так. Понятно. И зарплаты. Не было такого, что что-нибудь вы читали вдруг? Нет. Нет? Ну, слава вам. Хорошо. А так вот в очереди никто не ругался. Ну, на вас, например. А может, думают, торгуете, и у вас вот он в доставке хлеб. А у них нет. Не было такого? Все понимали? Нет. Все понимали, что я такая же, как и они. Стою с карточкой, по карточке получу, и больше ничего. Ели крошки соберу. Угу. Вот крошки это мои. Ну, накормиться можно было. Все-таки вот режешь целый день, стоишь. Чуть-чуть нападают. Да, нападают там крошки. Ну, крошки же свежие. Угу. Все-таки хлеб-то только привезенный. Вот, свежий. Да. Все нормально было. Понятно. Спасибо вам большое. Вот так хорошо. Человек. У нас было детей, было пять человек. Нас прокормить было трудно. И у вас только мама, и вы все дети, да, получается, были? Да. Когда отца взяли, одна мама с нами была. Вот я говорю, что поэтому я и работала, и вязала. Время спать ложиться, а мы все это. А мама вязала, так у нее, знаешь, как это... Как получалось? Она уже вот до того уже привыкла вязать, что у нее спицы вот так вот стучали. Угу. Вот. Она и не пропускала ни петли, ничего. Вот так вот. Старались, старались. А остальные братья и сестры младше у вас были? Все младше, да? Нет, вот старше брата, старше меня, которые на фонтус. Угу. А я вторая. А после меня все моложе были. Это вы, получается, с мамой вдвоем? Двоем. Всю семью, да, тянули? Да. А на детишек маленьких тоже карточки? Ну, карточки чуть-чуть, да. А что такое 400 грамм? На день. Нет, ничего. А если к этому 400 грамм, нет горячего ничего. Или если человек мясной наелся, и 400 грамм. Ладно еще, как-то сытно было бы. А если нет ничего, вот эта крупа, эта циква, эта картошечка одна другую догоняет. Если 400 грамм, нет ничего. Я помню, что как мы этот хлеб разрежем и маслом этим вот растительным помажем. И вкусно так было, очень вкусно. Теперь мы это не едим. Угу. Да, теперь нам подавай получше. Теперь у нас вам сало покупаем, колбасу покупаем. А раньше мы этим только довольствовались. И так было вкусно. И побольше этого хлеба, но его нет. И вот так мирились. Ну... Этот хлеб мы резали. Резали, вот сядем сколько нам там, отрежем нам на ужин. Мы всем по кускам. И больше всего нет. Угу. И все нет больше. Ну все выжили, да, ребятишки ваши? Да. Да? Да? Все выжили. Слава Богу. За счет циквы, наверное, за счет... А что, на огороде выращивали на зиму? Еще пытались запасти? У нас огород маленький. Ничего... Дачи тогда не было, и помину не было. Дачи были уже в конце войны. Они давали землю, а мы выращивали, знаешь, чего? Просо. Пшено. Угу. Ну мы же не могли его просом, пшеном сделать. Угу. Мы... Вот этот просо... У нас была такая толкушка, отлетает, но там нечистое пшено получалось, конечно. Тогда только люди стали немножко, и пекве побольше сажали, и картошку уже сажали на этих делянках, на этой земле. Но это было уже в конце войны. А вот как же тогда зимой, во время войны, летом хоть что-то, ну вот с маленького... Ну а зимой нет ничего. 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 Только что вот удастся, да? Да. С денег заработанных немножко купить, или и по карточкам? И по карточкам, да. Ну тыквеи у нас... У нас родились тыквы на огороде. Тыквы были. Какое-то время. Угу. А потом тоже все исчезало. Да. Угу. Сахар давали мало, по карточкам. Ну чё, чайку попьёте? Чайку попьёте? Чайку попьёте. Вот за это хлеб её и посадили. А посадили за то, что привезли хлеб, а документы на него просто то ли принести забыли, то ли отдать, то ли на подписку. Ну, короче, пока они уехали, обрадовались, что хлеб свободный, бабушка во всем ждала, по родственникам, по знакомым. А потом всё-таки не вспомнили, где они хлеб оставили, и по следам всё выяснили, обвернулись. Стали спрашивать, так, так, хлеба нету. Ну и так и заключили. И надолго, надолго? Я не знаю вот на сколько. Насколько не знаю. Мамка не знает. Ясно, ну спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok